А следующая песня это... Да, простите, пожалуйста, чтобы не мешать хотя бы друг другу, выключите, пожалуйста, мобильный телефон, я вас очень прошу. Спасибо. Следующая песня посвящение литературному персонажу. Когда я прочитал маленькие трагедии Александра Сергеевича Пушкина, мне стало обидно за одного из персонажей, потому что в жизни встретил очень много посвящений Моцарту и ни одного посвящения Сальери к тому времени я не встретил. Я решил, что будет неправильно оставить их без песни, потому что у каждого второго человека на земле есть свой Сальери. Подумал я, и получилась такая резинка. А в конце чудной сонаты Скрипка вырвется из пальцев И душа прольется в небо Ей там лучше в вышине Жил он так же, как смеялся Умер долго, не страдая Но тебе вторая скрипка Триста лет гореть в огне А под вечер ты напьешься Сон тяжелый одолеет Друг отравленный присниться Чтобы молчать с тобой всю ночь Не надейся, он не злится Потому что не умеет Он и там тебя жалеет Да не знает, как помочь А на утро отравитель Ты поймешь свою ошибку Скрипку первую сыграешь Да собьешься все одно И поймешь, что не повторишь Чистый плач разбитой скрипки Потому что не сумеешь Потому что не дано Только вновь и вновь сольер Подает мышьяк к десерту Друг мой, музыка бессмертна Сколь мазартов не травит Упадет он, крикнет На скрученный веревку простыне И вереницу серых утр В которые я уходил Припоминаю ваше имя О, ваше имя Да где уж тут припомнить Разбитому без прошлого Без сил А впрочем, стойте Я припоминаю Да-да, вы Вы женщина Я очень вас Любил Отчего тоска не лечится Невзирая на питье Отчего по свету мечется Одиночество мое Не зови меня обманщиком Не спеши меня любить Между бахом и шарманщиком Кто-то тоже должен быть Вот оно мое проклятие В строчках спящих до бары В них ушедшие приятели До пустынные дворы Вой собаки по своим щенкам Шорох ветра Стук копыт Между бахом и шарманщиком Кто-то тоже должен быть А дорога, видимо, старая Все колдует миражи И мой младшенький с гитарою Утром из дому сбежит Не зови его обманщиком Не спеши его любить Между бахом и шарманщиком Кто-то тоже должен быть Между бахом и шарманщиком Кто-то тоже должен быть Так получилось, что Война вторгалась В жизнь уходила Снова вторгалась И я, наверное, тормоз просто По жизни Ну и плюс у меня Медицинское образование Я как-то боялся Не там Я потом боялся Потом начинается Какие-то кошмары Пишутся песни Наверное, это просто выглядит Как работа Все это Вот И у меня Есть такая Большая радость Как художника Что люди поют мои песни Это, наверное Выше Что может желать человек Который пишет Юрий Алексеевич Кукин Однажды Подошел ко мне Сказал Правильно, Шуха Надо писать, что пели А не чтобы самому спеть Вот И Ну, такой вот Можно сказать Как девиз Отдельная страфа Всего этого Что очень многие Офицеры Спецназа Я написал первые песни Потому что в 95-м году В самом начале войны Я служил Конвойным полку Начальником поста Охраны и обороны И я туда попал В командировку В первую И Написались первые песни Первые песни Чеченского войны Написал я Я И у меня дома Есть очень много Дипломов Которые мне прислали С конкурсов Солдатских песен Где офицеры Поют Мои песни У меня есть Диплом от Михаила Танича За вклад в развитие Военной песни Я очень этим горжусь Знаете Я сегодня Вспомнил историю Рассказывал Что Недавно в Липецке Такой концерт Поет мой братан Там На сцене И заходит человек В ворота ОМОНа Липецкого Как раз напротив Этого кафе И заходит человек Мне говорит Это командир ОМОН Я подхожу к нему И дарю свой диск В военной Он говорит Да, да Спасибо Садится Такой здоровый мужик Два метра рост И вдруг Этот мужик Подпрыгивает Поворачивается И мне говорит Это ты написал эту песню Вот это вот Ты написал Песню, да Правда Это твой Все Сейчас И убежал Прибегает Какой-то капитан Через пять минут Говорит Сол накрыт Я говорю Ребята Извините пожалуйста Я не успел Просто командиру сказать У меня через сорок минут Поезд Он говорит Извините Убегает Прибегает Еще через пять минут Говорит Все готово Я говорю Что готово Пожалуйста Выхожу Стоит бронетранспортер И меня доставили Вот казалось бы Как это все отзывает Когда это был В девяносто пятом году Написал песню А тут меня С мигалками Подвезли На бронетранспортере До вокзала И проконвоировали До поезда Вот такая история Ну просто Мне бы хотелось Конечно Показать вам Несколько вещей Песни из-за которой Не был издан Этот альбом Главным управлением Внутренних войск Я не знаю почему Не понравилась песня Как одна Генерал Не стал подписывать Говорит Пусть он убери Эту песню А мне казалось Что эта песня Она простенькая такая Но она Пожалуй Тогда передавала Чаяние Всех тех Кто рядом со мной Там Воевал Поэтому Такая Простенькая Песенка военная Стоит в Чечне Вагончик В нем Генерал Живет Жует себе Батончик Приказы Отдает И вот Спецназ Поднялся И сгинул Без следа Кому война Работа Кому Война Беда Кому Война Работа Кому Война Беда А там За полем Боя Другой Вагон Стоит Там Генерал Чеченский Чеченов Костерит И снялись Маджахеды И нету Им Замеда Кому Война Работа Кому Война Беда Кому Война Работа Кому Война Беда Потом Когда Друг Дружку Солдаты Перебьют Пойдут Переговоры Вагончики Занесут Под Водочку Разделят Всю Землю Без Труда Кому Война Работа Кому Война Беда Кому Война Работа Кому Война Беда Такая Вот Прошу Садиться Ну Писались Наверное Знаете Я Считал Что Достаточно Много Написано Песен Когда Вот Я И твой Верный Акс Наперевес И там Вот это Вот Все Это Кровь Мясо Пусти Я не знаю Мне всегда Казалось Что Писать надо О человеке О том Что Реально Чувствует Есть Песни Которыми Ты себя Подбадриваешь Вроде Крика Ура А Наверное Есть Какие То Вот Сейчас Я Спою Песню В общем Она Тоже О Войне Хотя Антураж Там Конечно Допустим Не Такой Я Курю Форточки Плечи Ижет Холодом Ночь Уже Примерила Звездное Колье За Спиною В комнате Запрокинув Голову Спит Моя Любимая В Розовом Белье Я Субтитры